В Махачкале разыскивают преступников, расстрелявших федерального судью Зайнудина Маданова. Подстерегали возле его собственного дома. В него выпустили два десятка пуль. Шансов выжить не было. Убийство связывают с профессиональной деятельностью суди. Репортаж Гусейна Гусейнова. Судью расстреляли у собственного дома. 59-летний Зайнудин Маданов подъехал к дому, припарковал автомобиль и направился в сторону ворот. В этот момент двое преступников выбежали мужчине навстречу и открыли по нему огонь из пистолетов. Судья Маданов скончался на месте. Нападавшие скрылись в темных переулках частного сектора. Прибывшие на место наряды полиции объявили в городе план перехват. Но задержать преступников по горячим следам пока не удалось. Следователи обнаружили на месте преступления около 20 гильз. Версия постигательства следствия рассматривает профессиональную деятельность Маданова. По имеющейся информации в производстве судей находились дела различной категории, в том числе уголовные и гражданские. Зайнудин Маданов много лет проработал в правоохранительных органах, занимал руководящие должности, в том числе и начальника районного отдела полиции. После этого был назначен судьей. Сначала мирового, а затем и федерального судов. Это уже не первое убийство судей в Дагестане с начала этого года. В январе у дома был расстрелян судья Верховного суда республики Магомед Магомедов. По такому же сценарию в конце сентября произошло нападение на судью Мухтара Шапиева и его сына. Оба скончались в больнице. На сегодняшний день еще ни одно из этих преступлений так до конца не раскрыто. Гусейн Гусейнов, Первый канал, Дагестан.